В Алматы прошел второй социальный форум, приуроченный к Международному дню людей с инвалидностью. Этот день призывает обратить особое внимание на защиту прав и положения людей с ограниченными потребностями. Участники говорили о создании в стране инклюзивного общества. Это вопрос не только человечности и этики, но и экономической и социальной выгоды. Специалисты подготовили резолюцию, которая направлена на трудоустройство и создание специальной инфраструктуры. Сегодня в Алматы живут более 56 тысяч людей с ограниченными возможностями. 700 из них работают в различных сферах. На сегодняшний день Акимат города Алматы в рамках программы развития предпринимает ряд мер для того, чтобы лица с инвалидностью получили весь полный объем услуг. В первую очередь мы решили задачу, связанную с инвотоксией, доступностью этого инвотоксия. Второй вопрос. Сейчас проводится масштабная работа по паспортизации объектов, городской инфраструктуры, для того, чтобы она стала доступной для каждого лица с инвалидностью. Новый социальный центр для детей с особыми потребностями открылся в Уральске. Теперь все виды медицинских и социальных услуг можно получить в одном месте. Пока полустационар Ахниет будет оказывать социальные услуги в пилотном режиме. Аслан Абуталипов расскажет. В новом центре лечения будут получать дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и психоневрологическими заболеваниями. Центр специальных услуг уже успел принять пятерых маленьких пациентов. Сейчас с ними работают психологи, логопеды и дефектологи. Отдельно для детей проводится лечебная терапия и массаж. Мы ходим в одно место на занятие, в другое место и целый день у меня вот так уходит время на ребенка на занятия. А здесь очень удобно, что открыли такой дом, центр, что ребенок будет с утра до вечера находиться здесь. При этом очень удобно, что ребенка будут забирать с утра на микроавтобусе специалисты этого дома, центра. И вечером будет развозка. Мы возлагаем надежды, что наш ребенок начнет говорить и, конечно, надежд очень много на этот центр. Подобный пилотный проект по открытию центров спецуслуг реализуется в семи регионах страны. Каждая из них оказывает помощь почти 100 детям с особыми потребностями. Всего в области насчитывается 7 центров для детей, а также 19 отделений социальной помощи на дому. В дальнейшем, согласно социального кодекса, запланирована трансформация системы социального обслуживания, то есть из больших домов-интернатов, как программа Балапан, то есть из больших интернатов будут малые интернаты, малые центры для оказания специальных социальных услуг. В Западно-Казахстанской области порядка 3000 детей с особыми потребностями. Все они нуждаются в таких услугах, как инвотоксии, в получении таких видов лечения, как ипотерапия. Большим подспорьем здесь стало вступление в силу социального кодекса. Это позволило улучшить меры поддержки детей с инвалидностью. Гарантированные суммы, предоставляемые для санаторно-курортного течения, 70% предоставляется для родителей или законопоставителей. У нас открыт в текущем году госсоцзаказ на услуги ипотерапии. Это на сегодняшний день данным видом услуг обеспечено 67 детей. Кроме этого, у нас по области оказываются услуги инвотоксии. Данная услуга оказывается в 11 районах и в городе Уральске. Вместе с этим на следующий год в областном центре свои двери распахнет новый реабилитационный центр. После чего люди с инвалидностью смогут получать лечение и различные виды социальных услуг, не выезжая за пределы региона. Аслана Буталипов, Еркебуланс Мадьяров, Канат Махмутов, Эльдар Аюпов, Хабар 24. Пособия по уходу за детьми получили жители Шимкента на общую сумму более 13 миллиардов тенге. Это намного больше по сравнению с предыдущими выплатами. А причина тому изменения в социальной политике. В рамках исполнения поручения главы государства продолжительность выплат увеличена с года до полутора лет. На помощь могут рассчитывать и безработные граждане. Катерина Попкова продолжит тему. Айгирим Алтаева наслаждается каждым моментом, проведенным со своими детьми. А их у нее четверо. Многодетная мама не понаслышке знает, как изменения в социальной сфере приносят перемены в повседневную жизнь обычных семей. Раньше, например, когда только до года получали пособие, дальше уже просто из-за безвыходной ситуации отдавали детей в садик. Прям с года. Потому что нужно было уже работать, деньги зарабатывать. Сейчас время такое. Продление срока выплат дало дополнительные финансовые ресурсы и время для ухода за малышом, говорит Айгирим. По поручению главы государства были внесены изменения в социальную политику. Это привело к значительному увеличению средств, направляемых на поддержку семей. По итогам 9 месяцев 2023 года мы выплатили порядка 15,7 миллиардов тенге. А в прошлом году примерно мы выплатили 8,8 миллиардов тенге, хотя количество женщин там больше было. Но из-за того, что мы повысили срок. Эти средства из госфонда получили работающие граждане. Ежемесячная соцвыплата в связи с уходом за ребенком назначается с даты рождения. Размер 40% от среднемесячного дохода за последние два года. На поддержку могут рассчитывать и безработные. Для них есть установленные суммы выплат. Порядок подачи заявления намного упростили. Ранее, если они только через ЦОН обращались к нам, сейчас обращаются через многие предложения. Есть у нас сейчас предложения во всех банках второго уровня. Посидеть дома, сейчас можно уже отправлять заявки на получение социальной выплаты. Родительство – это огромный труд от отца и матери. Зависит благополучие не только отдельной семьи, но и то, какой будет страна, считает председатель Совета женщин Баян Жандосова. Она уверена, система, выстроенная в интересах семей, должна быть в приоритете. Ребенок – это же часть семьи, поэтому, я считаю, полтора года – это очень важно. Ребенок растет, и в то же время он с мамой ребенок, и мама может привить ребенку навыки. В стране подписали законодательные поправки для запуска с 1 января проекта «Нацфонд детям». Внедрена цифровая карта семьи. В силу вступил социальный кодекс. Улучшение социальной сферы положительно сказывается на демографической ситуации, говорят эксперты. К примеру, в Шымкенте с начала года на свет появились больше 26 тысяч малышей. Катерина Попкова, Нурмахамбик Муратов, Шымкент, Хабар, 24. С нового учебного года казахстанским студентам увеличили размер стипендии. В результате в Казалардинской области спрос на рабочие специальности резко вырос. В регионе увеличили объемы госзаказа на техническое и профессиональное образование. Внедрили и механизм подготовки кадров для местных предприятий. Тема продолжит Райхан Тажибаева. Хочу учиться в колледже. Этой фразой сегодня никого уже не удивишь. В престиже кузалардинской молодежи рабочей профессии. Их осваивают свыше 12,5 тысяч студентов региона. Почти 80% из них получатели стипендий. До 2020 года размер стипендии не превышал 18 тысяч тенге. С 2021 года она составила 28 тысяч 323 тенге. А с этого учебного года 42 тысячи 485 тенге. Такая финансовая поддержка учащейся молодежи направлена на исполнение поручений главы государства и повышение качества подготовки кадров. Росту стипендии рада и Диана Нурхан. Студентка Кузалардинского высшего колледжа имени Маншук Мамедовой будущий специалист казахского языка и литературы. Учеба с отличием позволяет получать мне повышенную стипендию. Это 43 тысячи 400 тенге. Деньги можно потратить на покупку необходимой литературы и наглядного пособия. В целом это дополнительные возможности для роста и развития. Получателем стипендии могут стать и одаренные студенты, обучающиеся на платной основе. Ее колледж выплачивает из собственного фонда. Ее размер приравнен к обычной установленной стипендии. Мы поддерживаем своих студентов. Механизмы поддержки предусмотрены для отличников из малобеспеченных семей, обучающихся на платной основе. Мы предоставляем скидки на оплату обучения до 30, 50, 70%. Для категории социально уязвимых слоев населения при предоставлении подтверждающих документов предоставляется стипендия в размере свыше 51 тысячи тенге. Кроме того, ежемесячно выделяются средства на горячее питание и каждый семестр на проезд. Для меня, к примеру, это очень важно, потому что я приехал из Шиилийского района. По поручению главы государства, в следующем году стипендии студентов в колледже, обучающихся по госзаказу, вырастут до 100%. Запустят в регионе и атлас новых специальностей и компетенции, которые позволят обучить кадры, востребованные на рынке труда. Райхан Тажибаева, Ханалиев, Айтмухамед Байдулдаев, Казларда, Хабар, 24. К новостям о мире. В Париже в результате нападения погиб гражданин Германии и еще двое получили ранения. Чипы произошло недалеко от Эйфелевой башни. Ранее судимый уроженец Франции набросился на прохожих с ножом и молотком. Нападавшему 26 лет он страдает психическим расстройством, сообщили в МВД. В 2016 году его судили за подготовку терактов. С тех пор он находился под наблюдением французских служб безопасности. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате землетрясения на Филиппинах. 22 толчка магнитудой от 5 до 7,5 произошли в течение двух часов. Разрушено несколько зданий, есть перебои в подаче электричества. Жители прибрежных регионов эвакуировали из-за угрозы цунами. Предупреждение о стихии получило и население юго-западного побережья Японии. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало. Один человек погиб, 11 пропали без вести в результате наводнений в Индонезии. 200 человек эвакуированы. В регионе продолжаются спасательные работы. Сильные дожди обрушились на провинцию Северная Суматра. Затоплены десятки домов, школа, церковь. Регион считается популярным туристическим направлением. Здесь расположено самое большое вулканическое озеро в мире. Еще один суд намечается против экс-президента США Дональда Трампа. На этот раз ему может грозить гражданская ответственность в связи с нападением два года назад на Капитоле. Есть и судебные иски с требованием финансовых компенсаций. Айжан Садыкова с подробностями. Двое сотрудников полиции Капитолия и около десятка членов Конгресса, присутствовавших 6 января, подали в суд на Трампа в 2021 году. По их мнению, речь экс-президента в тот день и его заявления спровоцировали последовавший бунт в Капитолии. Иск к Трампу основан на законе 150-летней давности, запрещающем применять силу, угрозы или запугивания, чтобы помешать официальным лицам исполнять свои обязанности. По мнению истцов, Трамп нарушил этот закон, вступив в сговор с членами ультраправых группировок, чтобы помешать законодателям утвердить победу Джо Байдена на выборах. Трамп и его адвокаты утверждают, что он защищен от иска благодаря абсолютному иммунитету, которым наделяется президент в рамках исполнения официальных обязанностей. Решение Федерального апелляционного суда округа Колумбия, вынесенное в пятницу, может дать зеленый свет для судебных исков Дональду Трампу с требованиями о финансовой компенсации. Когда президент, работающий в должности, первый срок добивается переизбрания, его предвыборная кампания не является официальным президентским актом, написал главный судья по делу Шри Шринивасан. Должность президента как институт безразлична к тому, кто займет ее следующим. Пока это предварительное решение апелляционного суда, и Трамп еще может убедить судью, что президентский иммунитет распространяется на конкретные действия или заявления с его стороны. Так, представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг назвал решение апелляционного суда ограниченным, узким и процедурным. Ожидается, что адвокаты Трампа обжалуют это решение. Ажан Садыкова, Хабар, 24, из Вашингтона. Новосибирск. И после Москвы и Санкт-Петербурга. Крупнейший транспортный узел Западной Сибири. Он расположен на пересечении транспортных магистралей. Протяженность границы с Казахстаном здесь 317 километров. Казахстан один из основных партнеров Новосибирской области. В товаробороте мы занимаем второе место. Торгово-экономическое сотрудничество и формирование транспортного коридора от Беларуси через Россию в Казахстан стали ключевыми темами двусторонних встреч в Новосибирске. Торговля казахстанских областей с Новосибирской в прошлом году выросла на 20% и превысила миллиард долларов. А за 9 месяцев этого года товарооборот увеличился еще на 17,5%. При этом экспорт из Казахстана вырос почти на 57%. В ходе встречи с первым заместителем губернатора региона, посол Казахстана в России Даурен Абаев подчеркнул важность укрепления двусторонних связей с приграничным регионом. Наиболее важные для нас направления двустороннего сотрудничества – это транспорт, логистика, промышленность, туризм. Обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в этих сферах. Кроме того, в Новосибирске учатся около 5000 казахстанских студентов. Мы обсудили условия их обучения и пребывания. Вопросы активизации деловых и культурно-гуманитарных контактов Даурен Абаев обсудил с мэром Новосибирска. Хорошим подспорьем в этом должно стать возобновление с декабря регулярных пассажирских рейсов Новосибирск из Астаны и Усть-Каменогорска. Связи большие и планы большие у нас в связи с бизнесом развития. Прежде всего, восстановление транспортных маршрутов. Очень важный вопрос. Будем восстанавливать рейс из Новосибирска в Астану. Нужен этот рейс? Нужен. Ведь это здесь у нас в Сибири, это такой хаб авиационный, который всю Сибирь, всю за Урале покрытие практически закрывает транспортными маршрутами. На встрече с заместителем председателя Сибирского отделения Российской Академии Наук стороны обсудили активизацию научного сотрудничества с Национальной Академией Наук Казахстана. Совместные казахстанско-российские гуманитарные проекты рассмотрели на встрече с отечественниками. Их в Новосибирске официально свыше 8 тысяч человек. Дана Нуржан, Шахзот Гамиров, Россия, Хабар-24. Передовые технологии помогли аграриям Туркестанской области решить проблему с нехваткой воды. В селах Сазакского района, где преобладают каменистые песчаные поля, битва за высокие показатели становится все технологичнее. Чтобы добиться хороших результатов, в этом году в ход пошло искусственное орошение и дождевальные машины. Катерина Попкова расскажет больше. У сузакских аграриев появились интеллектуальные помощники. Нурбол Камшебеков с удовольствием демонстрирует технику, о которой раньше можно было только мечтать. Эти экземпляры, говорит аграрий, помогают ему в непростой битве за урожай. Нехватка воды ощущается, не знаю, во всем мире, наверное, кажется. Мне кажется, мы решаем, вопрос решаем, как купили дождевальную машину. Сейчас глицерна выращивает. Она более многолетним растением считается. Все в аул, никуда в экспорт, никуда не входит. Все в ауле остается у нас остается. Вырастить урожай в Сузакском районе, где поля в основном каменистые и песчаные, задача не из легких. Поливной воды надо много. А она, по словам агрария, в дефиците. Но даже в таких условиях им удалось показать, что все возможно. В 2023 году засеяно 300 гектаров пшеницы, также ячмень, кукуруза, картофель, овощи, есть сады. Аграрий постепенно внедряют новые технологии. Хотя многие боятся. Им надо сначала результат увидеть. Потом начинают учиться друг у друга. Аграрий Нурлан Керимов закончил сбор урожая, пришел к выводу, что работать по-старому уже невыгодно. Он устал, что доход постоянно зависит от капризов погоды. Поэтому сейчас начал воплощать в жизнь смелую идею – дождевое орошение в степи. Во всем мире принимается вот эта технология. В арабских эмиратах, Израиль принимает вот этот капельный, вот этот дождевальный усадок. Они достигли успеха на этом. Хорошее оружие получают и экспортируют дальше. В будущем никто не будет орешным поливом поливать. Аграрий потратил 254 миллиона тенге на то, чтобы уже в следующем году здесь был оазис. Половину расходов ему возместит государство. Такой опыт у местных уже есть. В Акимате говорят, что он оказался результативным. Показатели увеличились. Сажать можно в любое время, а за день одна установка поливает до 50 гектаров. Система искусственного орошения позволяет спокойнее планировать урожай, говорят аграрии. Ведь полив осуществляется дозированно и точечно. И при этом воды расходуется в три раза меньше, чем при орычном поливе. Рядом с полями строят бассейны. Наполняются они из магистрального канала. Здесь это единственный источник воды. Сам канал весной подпитывается за счет таяния снега и родника. Вода накапливается, еще подпитка. Дождевалка берет свою нужную норму. Какую норму поставить? С степени управляются. Сколько воды давать, на какое время. Аграрии возлагают большие надежды на технологии. Они выращивают кормовые культуры, а затем из собранного урожая создают базу для развития уже животноводства. Но для этого нужны орошаемые земли. Однако ежегодно на юге страны сельхозтоваропроизводители ощущают нехватку поливной воды и боятся остаться банкротами. Жарко было и в этом сезоне. Винят в этом сельчане не только природу, но и состояние каналов. Многие устарели. Вдобавок с каждым годом сокращается объем воды, поступающей из соседних стран. Катерина Попкова, Нурмахамбек Муратов, Туркестанская область, Хабар, 24. Новые зоны придорожного сервиса появятся в Актюбинской области. Крупный кемпинг для путешественников строят вблизи трассы Западной Китай, Западная Европа. Его площадь составит 3500 квадратных метров. Появится гостиница, хостел, паркинг и торговый центр. В ближайшие годы в Айтикибийском районе запланировано строительство еще пяти кемпингов. Сегодня количество объектов придорожного сервиса в регионе постоянно растет. Специалисты связывают это с введением в строй автобана, соединяющего Китай и Европу. Здесь большой пассажиропоток, проезжают дальнебойщики и туристы. Поэтому мы строим кемпинг самого высокого класса А. Он включает все удобства, можно и переночевать, и поесть, и отдохнуть. Заодно решили создать условия для местных производителей, чтобы они могли торговать мясом, молоком и другой продукцией. Для нашего региона это очень перспективный вид бизнеса. Казахстанские артисты выступили на концерте в Ташкенте. Он прошел при поддержке фонда ОТАНДАСТАР и посольства Казахстана в Узбекистане. Накануне наши артисты встретились с молодежью в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами обменялись мнениями о музыкальной индустрии. Организаторы встречи считают, что подобные мероприятия поддерживают и мотивируют и казахстанскую молодежь, которая обучается за рубежом. Мы, казахи, за рубежом, сегодня услышали звуки дамбры и очень этим довольны. Мы всегда следим за новостями культуры Казахстана с помощью телевидения, газет, журналов. В первые дни зимы театр Астана-Опера представил легендарный балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Это одна из самых технически сложных постановок для балетной труппы. Тамирис Белял знает подробности. Аншлаги и долгие овации. Посмотреть «Лебединое озеро» в исполнении артистов балета «Астана-Опера» зрители прибыли из разных точек страны. История о девушке-одете и чарах злого гения Ротварти в этот раз собрала полный зал. По сюжету расколдовать прекрасную левисть способна лишь истинная любовь принца. В исполнении этой роли дебютировал 22-летний артист балетной труппы Диас Хурмангаза. Я давно мечтал об этой роли. Когда сказали, что будешь танцевать, я очень обрадовался, очень был рад. С того же дня начал готовиться на этот спектакль. Зигфрид роль – это очень сложная, постоянно на сцене, не уходишь. Всегда надо быть в зрительном контакте. Главную партию «Одеты» по традиции исполнила ведущая столистка театра Айгерем Пикитаева. Состав балетной труппы исполнил сложные элементы и мастерски передал сюжетную составляющую. Обновленный балет представили в двух действиях и четырех картинах. Именно этот балет для меня особенный. Именно с этого спектакля началась моя творческая деятельность. Мы почти месяц готовились, понемногу. На самом деле партнерский дуэт – это самая основа, потому что мы не можем словами все передать. И это все ощущается через тело, через взгляды. И была проделана большая работа. Легендарный балет на сцене «Астана-Опера» ставила балетмейстер, народная артистка России Алтмай Алса Муратова. Балетная труппа по традиции выступила под сопровождение симфонического оркестра. Сегодня «Толгожитель Лебединое озеро» – одна из главных постановок театра. Тамир Избеляу, Ервал Даеров, Хабар, 24. Это все новости к данному часу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!